С 20 ноября изменились маршруты в южном и центральном административных кругах. Сегодня посмотрим на маршруты в Орехово-Борисово и возле метро Каширское. Начнем с основной идеи. Она заключается в том, чтобы сделать маршруты более востребованными и понятными. Вследствие чего на них будут более вместительные автобусы и меньше интервалы. Номера маршрутов. М. Магистральные маршруты. Идут по прямой трассе и останавливаются на всех остановках. Экспрессы обозначаются буквой Е и останавливаются не на всех остановках. В основном дублируют магистральные маршруты и идут дальше, ближе к МКАДу. Районы маршрута получили новые номера. Теперь для каждого сектора свой номер. Орехово-Борисово находится в зоне 8 и все маршруты начинаются с цифры 8. Остаются специальные маршруты. Они тоже получили первую цифру от сектора, которому они проходят. Некоторые маршруты изменили свою трассу. Подробнее об изменениях можно узнать на сайте t.mos.ru. В разделе «Магистраль». Интервалы у всех свои. У магистральных они 5-10 минут и ходят с 7 утра до 7 вечера. В выходные или позднее время интервалы больше. У районных интервалов до 20 минут. У социальных от 30 минут до часа. Социальные маршруты могут не ходить в позднее время и не работать по выходным. Команда магистралей также переименовала остановки. Показательным примером в нашем районе является основка «Братеевская пойма». Ранее она называлась «Улица Борисовские пруды», дом 48. Однако от подобной конструкции не отказываются. Если нет других, более коротких названий, основка будет называться по улице и номеру дома. Для единых пересадок будут единые названия. Это нужно для освобождения места на схемах и для построения более удобных маршрутов. Также нет повторяющихся названий и названий по уже не существующим объектам. Всего переименовали 122 остановки. Перечень некоторых из них можно увидеть на экране. Во время проектирования были сделаны более удобные пересадки между автобусами. Совместно с регулярным и предсказуемым движением это делает надземный транспорт еще привлекательнее. Важно не забывать про бесплатные пересадки. С 1 сентября, для привязавших свою тройку к приложению метро Москвы, они бесплатны в течение 90 минут. Для остальных 23 рубля в течение тех же 90 минут. Наносят новые выделенные полосы и перенастраивают стафоры. Где это нужно и возможно, убрали карманы. Это дает возможность автобусам не ставить в пробках и меньше дать нет стафоров, так как их постраивают под расписанием. И что самое интересное, только 11% автомобилистов против выделенных полос. Московский транспорт поработал над информированием. Теперь на каждой остановке есть перечень маршрутов с основными основками на них. Появился блок рекомендуемых маршрутов с самыми важными маршрутами. Основки метро Каширска это вот эти маршруты. Маскот какой-то у них очень странный. Он рассказывает про главные маршруты района. Морехово-Борисово это М77 и социальный С848. Хотелось бы хвалить, но не получится. На остановках нету волонтеров, хотя они были заявлены. Возможно, там в центре работают. Но лучше бы они на окраину поехали. Также были и большие отставания. Расписание где-то на 1-2 минуты. Но все-таки магистральный маршрут это практично, мне кажется. И стафор настроен не для того, чтобы автобус не дали расписание, а скорее наоборот. Хочу заметить, эта остановка не по требованию, поэтому здесь волонтеры должны были быть. Бедные бабушки, им приходится переспрашивать, какой автобус куда едет. Это огромный минус. Теперь перейдем к результатам. Полностью пустые автобусы и полное непонимание, что куда идет. Где хваленные волонтеры? Ни на одной остановке не было даже одного человека. Бабушкам приходится спрашивать у других пассажиров, идет ли этот маршрут до этой остановки. Автобусы еще ходят полупустыми. Не знаю почему это, возможно, из-за того, что воскресенье. А сейчас 10 утра. Утренний час пик. Ну, недавно прошел утренний час пик. Но в автобусе было человек 5, включая меня. Но даже в это время автобусы должны быть хотя бы с 5 пассажирами. Проверены много раз. Но пустые автобусы это эпик фейл. Мое мнение было схоже с мнением большинства. Как это? Столько лет будет здесь сим, а как сейчас? Пересадка? Но сейчас я отношусь к изменениям с положительной стороны. Больше часа ходячих маршрутов, более удобные пересадки и все вышеперечисленные. К тому же мой район пока что не затронули. Да и что там менять? Только номер и все. На этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось видео и вы подпишитесь на канал и поставите лайк. Если будут вопросы, вы можете написать в Мостгортрансу или в комментариях. Я постараюсь на них ответить. Обязательно делитесь видео и своим мнением в комментариях. Не будьте консервативными и принимайте изменения транспорта с лучшей стороны. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...